Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором всегда есть что посмотреть по танкам. В день выходит по пару видео, все они с разной тематикой, зацен машин, которые вышли на продажу, зацен товаров в магазине, рулеток, контейнеров, ну короче говоря, всего, что в игре происходит, в том числе ивентов. В общем, все, что вы хотите или хотели бы знать о этой игре, вы можете найти у меня на канале, поэтому подписывайтесь на него прямо сейчас. В этом видео мы еще покрутим немножечко рулетку на контейнеры болельщика, одно видео уже было, ну а на втором моем аккаунте мы просто пооткрываем контейнеры болельщикам. Почему так, я рассказывал в предыдущем видео и там пояснял, что здесь, на этом аккаунте, мне выгоднее крутить рулетку, потому что меня интересуют сниппеты. А на том втором аккаунте меня сниппеты не интересуют, а по большому счету, кроме сниппетов и контейнеров болельщика, я здесь ценностей в рулетке не вижу. Ну что, ребят, давайте начинать крутить, смотрим, что нам выпадет за 105 монет. Но, давай, давай самый жир мне сразу, сразу засыпай. Да, какой там, какой там жир. Энергия плазмы мне выпадает, не могу сказать, что она мне сильно нужна, эта энергия плазмы. Ну, ладно, пусть валяется в хранилище, может на какой-нибудь танк напялем проходной, будем радоваться. Ну, здесь уже интересней, здесь интересней, потому что, если я даже 10 раз проиграю на танке какого-нибудь там 10 уровня, то в любом случае 100 голды эти бустеры мне обеспечат. Хорошо, договорились. Здесь так, 50-50. Ни вашим, ни нашим, не могу сказать, что я там сильно рад, но и не расстроен, в конце концов. Так, вау, блин, ребят, всё, всё, гуляю на все, целых 50 тысяч кредитов мне выпадает. Ну, по-моему, это издевательство, реально. 50 тысяч кредитов, я вообще не понимаю, зачем их положили сюда в рулетку, по-моему, только обижает это игроков. О, здесь поинтереснее, 500 сниппетов забираю себе, это уже хорошо. Так, 175, ну и, в принципе, всё. Дальше у меня остаётся 80 монет, за эти 80 монет я не могу крутить рулетку, ну а получаю ещё 150 сниппетов. Следующая трансляция, последняя, завершающая, сегодняшняя, даст мне ещё, если всё будет хорошо, 450, а значит, можно будет покрутить ещё немножечко. Ну, вот как-то, как-то вот так вот. Вот, будет впереди ещё 200 стоимость прокрута и 250. Короче, в любом случае, два раза крутнуть ещё получится. Глядишь, глядишь, может, всё-таки достану себе контейнеры болельщика, пооткрываем на основном аккаунте. Ну, а пока, ребят, давайте перепрыгиваем на мой неосновной аккаунт, там, где просто пооткрываем контейнеры. Там они мне гораздо интереснее. Итак, ребят, второй мой аккаунт. Почему мне здесь не интересна рулетка, а интересны сами контейнеры? Дело в том, что моя коллекция премиумных и коллекционных машин не такая уж и большая. Если из контейнера болельщика мне машина на этом конкретно аккаунте выпадет, то, соответственно, скорее всего, её у меня в ангаре не будет, и я пополню свою коллекцию танков. Что же касается рулетки, то, как я говорил, там меня интересуют исключительно сниппеты, но на основном аккаунте. На этом аккаунте сниппеты мне не нужны. Соответственно, нет необходимости крутить рулетку ради них. Все остальные награды, кроме контейнеров болельщика, тоже не интересны. Ну, а значит, имеет смысл просто покупать контейнеры болельщика и их здесь открывать. Вот такая вот простая логика. Не знаю, насколько она правильная. А вообще, ребят, пишите в комментариях, что вы конкретно сделали со своими монетами болельщика. Куда вы их потратили, покупали контейнеры или крутили рулетку, и что вы получили за эти монетки. Мне будет интересно почитать. Глядишь, может, кому-то завидовать немножко начну, ну, а кого-то пожалею и выскажу вам слова поддержки. Так, ну, пока никак, короче говоря. Даже, даже не выпадают части на танчики. Это вообще просто уныние какое-то. Мне лично кажется, что разработчики перемудрили с порядком получения наград за просмотр прямых трансляций. Лично мне, как игроку, было гораздо интереснее раньше смотреть трансляции для того, чтобы просто гарантированно забирать себе какой-нибудь танчик. Там, один из трех, допустим, можно было собрать. Кто-то собрал даже два танка себе. Ну, то есть, мне кажется, что это было гораздо прикольней. Опять-таки, пишите свое мнение в комментариях. Мне будет интересно почитать. Да и, может, разработчики на ваши комментарии в том числе обратят внимание. Было бы неплохо. Я лично вот это вот наградами назвать могу крайне условно. Ничего. Просто ничего. Один раз выпали части на танк. И все, в принципе. Больше ничего не досталось. Пишите о своих достижениях. Может, кому-то выпали какие-то танки. Обязательно пишите. Были ли они при этом у вас в ангаре. Это тоже на многое влияет. Вы получили компенсацию или все-таки танк в коллекцию. Ну, а я пошел снимать специально для вас следующее видео. И оно уже скоро появится на канале. Для того, чтобы не пропустить его, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. И обязательно жмите пальцем на колокольчик, чтобы получить соответствующие уведомления. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok